Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном. Сейчас с вами ведущие программы «День на Думской» Александр Новицкий и Алла Есина. Здравствуйте. К сожалению, начало Нового года это не только праздники, Рождество, Старый Новый год и семейные застолья. К сожалению, не только. Есть еще и другая оборотная часть нашей жизни и она связана с криминальным активностью. Она была с самого начала года, причем такая активная, что и не надо больше в течение этого года больше. Наша традиционная рубрика «Криминальная хроника Одесского региона», которую подготовил наш корреспондент Иван Леонтьев. Ваня, приветствую тебя в эфире. Добрый день, коллеги. Страшное начало года ожидало нас, но вроде бы правоохранители, как фронтери, на своем месте находятся. Как слово, и концовка получилась достаточно тоже страшной. Ну да, что сказать, Новый год был омрачен таким резонансным преступлением. Трое грабителей под видом коммунальщиков в жилетках, все как положено, ворвались в дом под предлогом проверки счетчиков. На пятом этаже квартира, пятиэтажки. Пожилая пара там проживала, вот их втолкнули в дом, в квартиру втолкнули, замотали скотчем, стали избивать. То есть не просто ограбили, но еще и издевались над людьми. Да, и издевались, и избивали их, и причем женщину тоже очень сильно по лицу били пожилую. Ну в результате полученных травм хозяин квартиры скончался, женщине была оказана помощь, она выжила. Но удивляет то, что в итоге преступники похитили все лишь один мобильный телефон. И то можно догадаться, какой был телефон у пожилых людей и пенсионеров. А в чем же тогда была мотивация, зачем они ворвались в эту квартиру? Есть ли какие-то версии? Наверняка есть версии у правоохранителей, которые пока они не озвучивают. Хочется тут сказать, что отдать должное оперативным работникам. Я усматриваю в этом немалый фактор, что в Одесской области появилось новое руководство полиции. Очень оперативно сработали и правоохранители. В тот же день все трое бандитов были задержаны. Вот, собственно, мы видим на фотографиях... Как раздержание мы видим, да? Да, да. Собственно, вот так вот начался год 2017. Есть ли правоохранительная информация? То есть это первое преступление этих людей или это люди, которые совершали ряд краж? Или пока что этой информации нет? Пока эта информация официально не озвучена, но по моим данным это рецидивисты. Как минимум двое из троих. Это граждане, жители Одесской области? Украинцы, в общем? Такой информацией я не владею. Хочется также еще отметить, что если конец прошлого года был ознаменован рядом скандальных резонансных ДТП, то начало этого года уже ознаменовано рядом разбойных нападений. В частности, опять же, хочется отдать должное правоохранителям. Вот был задержан рецидивист-разбойник. В Одессе области он нападал на риэлторов, проникая в квартиры под видом покупателя и там, угрожая оружием, пистолетом, холодным оружием, грабил как риэлтора, так и, собственно, хозяев квартиры, которые продают ее. То есть риэлтор – опасная профессия. Да. Ну, опять же, плюс зачет нашим правоохранителям, которые тоже оперативно сработали и, в принципе, задержали. Вот по данным полиции, задержанный является рецидивистом. Многовато у нас статистов. Минимум, да, вот полиция имеет доказательства. Братите внимание, коллеги, страшная, на самом деле, статистика. Речь идет не о кражах, которые, в общем-то, достаточно котируются в криминальной среде, а речь идет о беспредельных, в общем-то… Сейчас, секундочку, я тебя перебью, Александр. Вот смотрите, сейчас в данный момент мы видим на экране полиция задержала на поселке Котовского женщину в сумке которой были найдены более двух десятков драгоценностей, предположительно, добытых преступным путем и подготовленных к сбыту. Вот если кто-то узнал вот в показанных ценностях свои вещи, он может обращаться в полицию и вернуть их. А в данный момент вот мы видим кадры – это тот самый рецидивист, который нападал на риэлторов. Так, смотрите, речь идет о том, что преступления самого тяжкого характера – это грабежи, причем вооруженные грабежи. Это не то, что сильно котируются даже в криминальной среде, насколько говорят об этом обычно, они, эти преступления возникают обычно тогда, когда нет контроля и превентивных действий полиции или других силовых ведомств. А вот то, что они реагируют уже на совершенные преступления, это, с одной стороны, конечно, так и должно быть, с другой стороны, это говорит о том, что по горячим средам они двигаются. Но не предупреждают эти преступления. Но в то же время, посмотри, не просто грабежи, а обязательно с насилием. Необоснованным достаточно часто, потому что пожилая пара вряд ли бы сильно сопротивлялась, если бы к ним зашли вот эти вот преступники и просто забрали вещи. Абсолютно согласен. Особая жестокость. Да, да. Плюс добавим сюда еще факторы какой-то безнаказанности. Раньше, мне кажется, такого не было. Еще даже два-три года назад как-то все-таки преступники чувствовали себя… Ну, они не промышляли в таких масштабах, вот, скажем, в нашем регионе, как минимум. Ну, ты знаешь, на самом деле были абсолютно разные всплески и преступности, в том числе есть и сезонная преступность, есть сегодня и объективные факторы того, что происходит в стране. Как минимум, народ нищает, и, естественно, когда страна экономически живет плохо, число грабежей увеличивается. Хочется также, да, еще добавить, что многие из вот грабителей, по крайней мере, из тех, кто был схвачен, задержан, они не являются урженцами Одесской области, как минимум. А откуда в основном? Ну, это гастролеры из других областей Украины, либо вообще граждане соседних стран. Ну, это говорит о том, что, еще раз говорю, нет превентивных действий полиции, которая должна перепресекать перемещение, миграцию, скажем, подобных элементов. А если граждане других стран, то еще и погранслужба плохо работает? Ну, да. Тут можно, конечно, долго рассуждать, чья это вина вот в таких всплесках. Так, что произошло еще? Есть ли какие-то, скажем так... Хочется вот еще отметить... Хочется отметить еще такой случай. Вот 8 января на улице Геллера произошел взрыв в доме. Погибли двое мужчин. Пожилой хозяин дома и его квартирант, участник АТО. По предварительной версии произошел взрыв газа, но вот в разборе завалов участвовали бойцы ВСУ и сотрудники СБУ. Так вот, они установили, что это не взрыв газа, а это сработало взрывное устройство. С учетом, с правкой на то, что один из погибших участник АТО, вот можно как бы дальше построить логическую цепь. Ну, а самодельное взрывное устройство или... Кроме следов того, что это был взрыв взрывного устройства, там обнаружены были еще принадлежности, из которых собирались такие подобные взрывные устройства. Ну, если неизмертный памятник, то одна из версий была о том, что взрыв произошел во время выплавки тротила из боевых припасов. К чему я, собственно, и веду. О том, что можно логическую цель провести дальше, если участник АТО взорвалось взрывное устройство, были найдены элементы, из которых можно собрать подобное устройство. То есть, возможно, это и стало следствием вот таких событий. Есть такое выражение «эхо войны». Да. Большое количество неучтенного оружия и сопутствующих товаров, увы. Да. Еще есть ли у нас какие-то новости? Есть еще вот такой случай, когда трое человек, в том числе малолетний ребенок, отравились угарным газом. Здесь, по всей видимости, нет криминала. Есть как минимум халатность людей, проживавших там. Собственно, если нам покажут фотографии, сейчас там можно будет… Нет, это о ценностях, изъятых в Одесситке в Суворовском районе. А если мы говорим о случае, где погибли трое людей, значит, там 41-летний хозяин дома и вот двое сыновей, 26 лет и 3 лет. Вот маленький мальчик. 46-летние матери успели оказать помощь. В общем, она была спасена. Нельзя говорить о криминальной составляющей этой ситуации. Но вот… Мы как раз сейчас показывают эти фотографии, да? Да, да. То есть, опять же, по фотографиям мы можем видеть, какая обстановка царила в той квартире и, собственно, это снимает вопросы о халатности проживавших там людей. Ну, здесь тогда вопрос к социальным службам. Почему они не контролировали? Если там есть малолетние дети, то социальные службы должны вести контроль таких семей. Неблагополучных, так называемых. Есть вопросы к ним. В остальном, хотелось бы отметить, что, в принципе, более-менее тихо, спокойно. До резонансных ДТП, убийств, как бы… По статистике, на 5 число произошло… На 5 января этого года произошло порядка 50 ссор, и 50 ссор, которые привели к домашнему насилию. Ну, как пошутил один мой знакомый, а что вы хотите? Праздники, оливье, алкоголь. Домашнее насилие – это, на самом деле, очень серьезная отдельная тема, которую наши корреспонденты делали уже и авторские материалы. Хочется верить, что у нас будут с этим как-то более серьезно бороться и не ждать, когда это уже случилось, для того, чтобы оказать помощь. В любом случае, давайте будем молиться, чтобы меньше было криминала и больше хороших новостей. Иван, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, коллеги. Иван Леонтьев, криминальная хроника Одесского региона. Передаем слово Виктории Ортисона. Расскажет о тех событиях, которые происходят в городе в эти минуты. После начнется авторская программа Марины Баканурской о культуре и ни слова о политике. Мы же вернемся в студию в 18.00. Будем говорить о Потемкинской лестнице, о том, что происходит с реконструкцией одной из главных достопримечательностей Одессы. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин